Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я собирала малышей, штрау, гранатовая капля. Говорила, что они идеальны для консервирования, для запекания, для вяления. Но тут же у меня поспели вот эти вот новинки, редкие сорта. Черный индийское мясо и крымский черный. И вот то, что я говорила позавчера про Саньку, что можно сорвать и вот такой томат и сказать, что ой, да он невкусный и несладкий. А можно подождать, когда он поспеет вот так. Я специально подождала, когда крымский черный поспел вот полностью. Смотрите, он стал аж с бордовым, с таким отливом. У него чернота пропадает и появляется такой темно-бордовый цвет. И вот этот томат, я сейчас пойду его, конечно, дегустировать. Я больше чем уверена, он, конечно, будет самым сладким, самым вкусным. Это я почему так говорю? Потому что опять один комментарий нашелся, который человек написал, что крымский черный самый невкусный томат, который можно вообще, ну как, где-то встретить. Но это ведь тоже неправда. Это зависит и от степени зрелости. Вот сегодня банановые ноги дегустировала, которые немножко не полежали и не совсем, не сделали с такими янтарными. Они вроде как безвкусные. А два плода выдержала, ну, с куста не стала снимать. Они стали как прозрачные, вот такие как янтарные. Так они вкусные. Но я сейчас вам все покажу. Я снимала, как я их дегустировала. И вот этот вот крымский черный, видите, до какой степени я его додержала. Можно, конечно, его так сорвать. Но если вы дождетесь, вот у меня вот даже лопнутый, вот когда он уже треснет. И такой, он стал даже, чернота вообще почти пропала. Он стал такой темно-темно бордовый. Конечно, внутри там мясо прелесть. Я уже в предвкушении. Тем более, я сегодня целый день ничего не ела. Сейчас приду, всех крымских черных съем. Расскажу вам потом, насколько он сладкий.